Открывался состав, сейчас опять несколько замен было, поменяли снова игроков с разных городов, добавили, вот если есть Одессит, и Киевлянин, из Николаева игроки, из Керчи игроки в железном восьминоге. Ну и вот пошел рестарт, опять же команде нужно время, чтобы сыграться, если опытным игрокам из Explosive не так много понадобится, чтобы обыграть этот новый состав, они уже в принципе неплохо им играют. Но игра покажет, что произойдет, уже был раунд на ножах, ну что, у нас вроде бы начинается пистолетка, Explosive пока что, очень аккуратно сейчас играют, поджали GE Middle, Экспы начинают за атаку, вот очень много перетяжек, оставляют одного ромчика сейчас в районе кота, ну и вот квадрат, сейчас заняли 3D, Александр, они заняли вдвоем, здесь Silence контролит вот из-за угла буквально, Вот он просто захолдился, чтобы никто не поджал, ну а где же вся команда Explosive? Ага, все подтягиваются к квадрату, сейчас будут поджимать вот троих игроков, Немо, Александра, 3D и Puma, Puma в принципе не так далеко, он в перешейке и в принципе может помочь тут игрокам. Вот пошел заход, минус от GE и пошли, пошли Глоки уничтожать, равный размен по 2 игрока, сейчас Puma попытался хелпануть, 3D еще дал минус, Silence убил, 2 на 2, сейчас ромчик как раз на Puma выйдет, тут Puma слева в перешейке должен быть, нет, Puma бежал через стену, 3 в 2 в большинстве Explosive, Ванек 1 на B, сейчас принимает сверху, убивает, дает минус, Плант пытается не пустить, Плант не попадает в голову, 57 хп у него остается и 79 у Silence, ну вот Puma и Ромчик сейчас должен минуснуть, если проверит право, вот он проверил балкон, минуснул, Silence также возвращается и Puma с банана готовится, ну минус 1, 1 на 1 остается и Silence хедшотами убивает, Explosive очень трудный раунд, выигрывает 1-0 и пошли ECO GEE, ну вот что будут делать на ECO, все на кота сейчас, все на точке A с гранатами, посмотрите, расселись по точкам, ну видимо готовились GEE, посмотрите, по крайней мере мы не видим каких-то глупых, бесполезных сливов, вот пока что ECO, могу сказать, что парни ждите в ближайшие дни анонс российской Pro-серии, ведь были уже анонсы фасткапов, как в Украине, так в России, так и в Прибалтике, опять же скоро у нас начнутся квалификации на Прибалтийскую Pro-серию, в принципе они уже есть на сайте, кто не успел зарегистрироваться, регистрируйтесь, ну и естественно, вот хорошая новость для всех, сегодня появится анонс, едем мы в Днепропетровск, будет из Днепра прямая трансляция из ДТС, из ДТС Капа, в пятницу уже вы сможете посмотреть такую вечером короткую, ну небольшую трансляцию, тогда произойдет жеребьевка, возможно какие-то еще показательные шоу-матчи пройдут, но вот подробности вы узнаете уже, наверное, завтра по поводу ДТС Капа, и с пятницы, суббота, воскресенье вас ожидают круглосуточный стрим, причем будет стрим по двум номинациям, отдельно он будет идти по Counter-Strike, где буду находиться я и Визар Томиран, он вместе со мной пойдет в Днепропетровск, ну и на Доте, на Доте, естественно, Вилат и компания будут заниматься трансляцией чемпионата в номинации Дота All-Stars, то есть разделение будет, уже есть разделение по трафику, кто не заметил, на сайте появился уже российский ретранслятор, в скором времени ожидайте белорусский, возможно еще несколько стран. 3D ворвался, дал два минуса в центре, вот сейчас ЭКО может получиться у железного восьминога. Недавно мы шутили с парнями, есть в России команда Спрут, хотели стравить как-нибудь в фесткапе эти две команды, посмотрим какой из восьминогов круче. Посмотрите, уже троих потеряли игроков в Эксплозив, все с деглов, все минуса, вот план правда остался, но вот один остается хуля против пятерых, ну тут зажмут, без потери, взяли ЭКО железный восьминог, 2-1, я представляю, что сейчас вообще происходит, ухо просто буянит скорее всего, ну отдали на ровном месте ЭКО. Конечно же там 3D зацарил в этом раунде, зарашил центр, дал два минуса, смотрите, Александр пойдет сейчас смотреть туннель, Немо вдвоем, рашит Аркадия, зигзаг, там Пума помогает, здесь ухо слева, никто его прочекает слева, посмотрите, минус от уха, вот он, ухо, его не прочекали, ну Пума, неужели даже Пума не подожмет, и Пума промазал, ухо уже дал минус 2, есть девайс у Экспов, Ванек отвечает, смотрим на карту, выход, код идет, ухо возвращается, Хуми дает, ну вот смотрите, ухо с центра, двое уже на план врываются, это хуля, ворвались даже на план, Пума в перешейке, Ванек, в принципе, вместе с Пумой, ну что, попытаются засейвить, два в четыре ситуации, нет, тут уже Сайленс на Б, минусует Пуму, и остается один Ванек, он на Б, точнее не на Б, тут под мостом, ну прячется, прячется на вот такой не очень лучшей позиции, хорошей, минус от Сайленсы, 3-1 в пользу Эксповзив, но опять же, по карте абсолютно, про, вообще очень легко играть в атаке, вот абсолютно терровская карта, но опять же, в свою очередь, очень можно грамотно играть в защите, я думаю, Эксповзив нам это продемонстрируют обязательно в сегодняшней игре, ну продемонстрируют, если они за атаку не выиграют просто в хлам, хотя опять же, ожидаем хорошей игры от железного восьминога, вот смотрим, что у них по девайсам, сейчас есть, есть, есть закупка, правда, Диггл, по-моему, два девайса не хватает сейчас у железного восьминога, ну вот смотрим раунд, Немо смотрит Банан, Александр где-то в двери, Ванек на планте, и Пума с 3D, они хелпуют тоже на точке А, ну не слишком сильно принимается сейчас код, ну и вот 3 плюс 2 будет сейчас раскидка от Эксповзив, смотрите, вот ухо в центре, вот должны они сейчас накидать сюда дымов, флешек и зайти, нет, просто, просто без гранат, мидл пытается выйти ухо, по-моему, видел игрока, вот тут плант идет, правда, с мидла, у меня повис ухо, нет, отпустило ухо, хуля, и за дверью Александр по-прежнему, посмотрите, он очень долго здесь халдит, не знаю, когда он все-таки решится выйти, Немо с Банана, Пума в доме находится, но опять же отдают и сейвят, сейвят сейчас оружие, Александр не вышел с двери, у меня гремит гроза за окном, просто по-жесткому, вы не думайте, что это звуки карты, это майский дождь в Украине, ну что, это 4-1, Немо дал минус на Банане, 41 хп остается, Пума также там засейвил Диггл, и Кольта засейвил Александр, нет, не засейвил Хуми после конца раунда, дал минус, и вот что сделает J.E. сейчас, что у них по деньгам, давайте эко, ну одно эко уже команда выигрывала, единственный раунд, выигранный атака, он был как раз на эко, что снова поджим пойдет, смотрите, зигзаг 2 человека, если не 3, Пума врывается, эксплозив очень быстро через кота, 4 человека, один ромчик вот на этом втором секторе находится, ну вот пошел выход, Х.Е. на планте от Хуми, отходит назад, аккуратно сейчас играют экспы, ромчик подтянулся, Сайленс в мидл, никто, правда, спину не прикрывает, СВП, вот прочекал Х.Е., ну будет выход с кота, можно выходить, ну вот все пошли с кота, и Хуля к двери подтянулся, вот сейчас он готов выйти, дверь, выходит Хуля дверь, и видит на планте минус Кольт подсаженный, минус Усп сейчас будет, ох, не попал, просто не попал, и сейчас зажмет, ромчик в планте двоих, нет, еще размен, ну добивайте уж в планте, добили в планте наконец-то, едва против одного, Алексундер спину с кота, ну что? Ну выходи, а нет, все, Сайленс проконтролил, дал минус 5-1 в пользу эксплозив, и вот в пятом туре пока что, пока что все идет к тому, что эксплозив очень легко себе, возьму 3 очка. Ну вот, по поводу Pro-серии, опять же, ждите анонса, скоро российской Pro-серии будет список приглашенных команд, даты квалификации также появятся на Pro-серии, я думаю, будет с Россией приглашено 8 команд в Pro-серию, 4 квоты разыграются квалификациями, ну опять же, будет проходить все по такой системе, как и в Украине, 12 команд, играют каждая с каждым по системой лиги, но вот уже минус 2 G-E, посмотрите, поджали с банана, дали минус на коте, и вот на банан подходят игроки эксплозив, тут принимают их два игрока, посмотрим Nemo, он с подсадки увидел, только что падает в тупик, отстреливается, минусует, выходит с Успом, там АВП, по-моему, это Сайленс, минус Сайленс, и все, посмотрите, без потерь выиграет раунд G-E, 5-2, ну вот, возможно, слишком рано я забрал слишком рано 3 очка у команды Железный Восьминог, но опять же, игра покажет, пока все в руках эксплозив, абсолютно нормальный счет, 5-2, ну вот, что будет делать Экспы? На распе ухо и хуля делали, не могу понять, почему Ромчик пытался зайти, снова зашел сам на квадрат, его там минус 0, и Сайленс разменялся, минус Пума с АВП, смотрит сейчас зигзаг очень глубоко, ближе к Респу, поклали, положили дым, хае, флэш, и вот, ну, нужно побыстрее, по-моему, просто играть, пытаются как-то медленно, вот сейчас ухо остается один на квадрате, Сайленс идет с АВП на кота, и пойдет, наверное, выход на ухо, центр раскидает, и вот парни с кота сейчас выйдут, Хуми дает минус с кота, вот он, АВП выпускают сейчас центр, выпускают Сайленс, его тут должны прикрывать уже, смотрите, нету дымов, вот, можно, можно минусовать, и, пожалуйста, ухо без гранат, без ничего, пытается медл, нет, возвращается смотреть спину, он слышит по джиму, минусует, у него 34 хп еще осталось, и вот на спокойно заходит Экспы, и остается один Александр, опять он за дверью, ну, опять же, 1 в 4, такая ситуация, ну, возможно, сейчас его прочекают, вот за дверью, нет, он просто пока что стоит, выйдет, но, опять же, Могдот отдать минус в конце раунда и попытаться засейвить свой кольт, но в любом случае по деньгам должен идти в следующем раунде Экко у Железного восьминога. Это 6-2, 6-2, ну, кстати, у нас сегодня будет очень много матчей, вот DTS, СНГ, вроде бы, игра перенесена, то есть про 100 пинчем мы спокойно посмотрим в рамках ЛКИ, ну, и вот по остальным матчам я вам расскажу чуть-чуть попозже, сегодня будет и Quake, но Quake будет проходить у нас параллельно, вот в другом стриме, опять же, это покажу, но уже после, после матча. Напоминаю, что вы смотрите пятый тур четвертого сезона ЛКИ Intel Challenge Украина, простыми словами чемпионат Украины, четвертый сезон и пятый тур карта D2Scan. Ну вот, в связи, Squad 5 было много матчей, перенесено у нас на прошлой неделе, на этой неделе мы попытаемся доиграть половину, плюс переносы были от команды Агейминг, они также пропустили несколько матчей, тоже парни догонят это все по расписанию. Ну и опять же, не стоит забывать, что DTS Cup и некоторые матчи, и вот снова могут в задержке появиться по играм на этой неделе, и что на следующей также половина матчей будет, возможно, доиграно. Ну посмотрим игру, 6-2, 6-2 в пользу Explosive, они продолжают медленными раундами давить G.E. Вот код плюс центр, повторяется история, опять без дымов, просто взлетают центр, плюс код, размен, 3 на 3, ромчик остается в центре, Puma дает минус прямо в дым. И начали, начали врываться, ухо зашел на точку, минуснули спину, и Puma минуснул, посмотрите, как долго он находился на планте А6-3, третий раунд за железным восьминогом, без потерь выиграли только что раунд, и пока что оставляют все шансы с собой, чтобы выиграть. Ну, нужно постараться как можно больше раундов взять за диффенс, потому что, в принципе, они уже привыкли, Explosive не делают ничего особенного, ходят код плюс центр, иногда ходят зигзаг банан, но, как бы, потихоньку, вроде бы, железный восьминог привыкает. Вот, 4 на квадрат, что-то новенькое от Explosive, сейчас они тут халдят, контролят поджим с банана-зигзага с центра. Silence 1 на первом квадрате находится, и вот смотрим, что у нас сейчас будет происходить. Зигзаг, флэш, потихоньку продвигаются на банан, тут АВП может стоять, как-то неаккуратно. Вот вышел, прочекал только что Немо, тут должна пойти флэшка, там рядом с ним Puma, могут попасть сейчас Explosive на... на вот эту аркаду от флэш или Ромчик слепой, Хуми там воюет, врываются дым, кладут на дверь, Хуми еще минус, пробили точку Б, Ванек очень близко тут в доме, с моста попытается ворваться сейчас, да, идет по мосту, уже его слышно, очень спешит, очень спешит Ванек, нужно чекать сейчас, чекать, чекать, чекать низ, ну а давать флэш через верх, кто-нибудь собирается или нет? Silence обходит спину, смотрите, вот он минус, спину, минус 1, 3D прыгает с моста, минусует Silence, 2 в 3, нет, убивают Ванька, убивают 3D и 7-3 в пользу команды Explosive, ну, все идет к тому, что XP возьмут где-то 10-11 раундов, если сейчас Железный Возьминог что-то не изменит, ну, вот, много простых приемов не используют сейчас, GE, вот, АВП, опять же, я думаю, стоит все-таки использовать за дефенс на Тускане, хотя вот на точке А там, ну, опять же, сложно, сложно держать СВП, закидывают здесь дымами, флэшами и просто трудно порой даже выстрелить. Вот на кате размен, Silence на B, на А уже вышли парни, и вот, посмотрите, Puma делает минус 2, поджал либо с зигзага, либо с банана, забрал калаш, ну и что будет, просто сейвить. Его пытаются загнать, врываются, и ухо минусует, посмотрите, 8-3. Ну, вот еще один ключевой раунд сейчас произойдет, если не возьмут его Железные Возьминоги, то у нас будет вообще печально, 8-9, уже 10 тогда смогут взять XP. Включаю карту, смотрим сразу, 2 налево, 3 налево, 2 на квадрат, ухо с ромчиком, и снова аккуратно играют через дефолт. Вот Puma Немо по-прежнему смотрит B у команды Железный Возьминог. Ну и вот на А, 2 на планте, смотрят Кота, подсадку в центре, но вот тут главное, чтобы хелпа работала очень хорошо на точку А, отфлэшивался и центр, и Кот, и в принципе, можно, можно принимать. Хуля пошел по тоннелю. Эксплозив пока что трое центр, смотрите, пытаются выйти сейчас. Вот они дали минус, смотрите, с подсадки двое вышли из мидла, и дали минус очень неплохо. Хуми минусует, фристайм, ухо просит больше поставить. 3D, 3D, минусует двоих, и принимают сейчас, нет, Сайланс. Puma с ВП, вот сейчас, наконец-то, есть ВП. Puma с ВП, 8,4. Тут по закупке не слишком все хорошо сейчас у Эксплозив, есть Калаши, есть Галилы. Снова они сейчас на квадрате, попытаются выйти на Б. Но вот с трудом прошлый раунд был взят, на самом деле, когда пошли на Б. Плюс сейчас тут АВП у Пумы. А, он вот так вот смотрит. Меняет позицию, вниз. И пошла раскидка Б, Пуме сейчас нужно разворачиваться. Он видит зигзаг, принимает, нужно развернуться, смотреть сейчас, да, развернуться, выход Б. Попадает, Рейлит. Немо хелпует, Рейлит, Пума, вот пошел, прием еще, минус от Немо. И по домам также, хелпует, минус ухо без потерь. 8-5 в пользу Эксплозив. Ну вот, сами видели, просто нарвались сейчас. Готовы были ДжВ как раз сейчас принять выход на точку Б. Вот АВП, в принципе, решила. Он там законтролил право, лево. Но, опять же, не было лишних флешек, не было дымов. Как-то так простенько пытались зааркадить Эксп. Эко безрезультатно сейчас. 8-6. Последний раунд половины. Опять же, как мы всегда говорим в наших трансляциях, очень важный этот раунд. При счете 8-6, опять же, либо 9-6, либо 8-7. Ну вот, на, готовят выходы Эксплозив. Ну вот, получается, проходить надо, ну, нужно так и делать. Вот хули, на самом деле, его слышно только что было, как он пошел под туннелю. Он как раз тут топтался, вот в том месте, где его уже могли слышать. Вот здесь, как раз над котом. Пробегал еще, не шифтил. Ну, не знаю, услышали его или нет. Вот Немо поджимает сейчас с банан. Ванек минусует на коте. Немо дал минус поджима. Ух, получил только что. 44 хп. Уходит, уходит с банана. Пумана вернулся с АВП. Ну вот, ему нужно подняться ближе к Респу. Там видно все будет сейчас. Ну, готовится кота принимать. Мидл тут ухо будет выходить. Ну вот, сказал же, что нужно дальше отойти. 22 хп. И уже тут трудно даже высунуть. Ванек принимает сайленса. Посмотрите, флэш дают Пуме. Он в Респе сейчас халдит. Там ухо мог выйти к тому времени. Нет, не вышел ухо. Вместе хули они остались. Вот Немо минуснул хулю. И ухо 1 в 3. Делает 1 минус. Прочекал поджим. Немо у Пумы 22. У Немо 44. Оба они сейчас мидли. И ухо тут выходит на двоих. Тут слева и справа по игроку. Даже нет, оба справа. Оба справа сейчас. Ухо очень тяжело будет. О, Немо вышел сразу. Поставил 8-7. Счет первой половины в пользу команды Эксплоузив. Ну вот пистолетка. Ну, в принципе, я думаю, что экспы могут справиться. Легко за дефенс. Хотя все может быть. Все может быть. Мы не знаем, как играют железные восьминоги на Тускане. Вообще, многие украинские команды мы попросту не видели на этой карте. Вот те, кто играл прошлый сезон. В принципе, те команды мы и видели. Железный восьминог, это новички. Вот их мы не видели. Ну, Эксплоузив играли на Тускане. Ну, был немного другой состав. Еще тогда Визе играл. За команду. Ну, вот смотрим. Немо аккуратно сейчас. Четвером ожидают аркады. Пума-1 далеко тоже ожидает аркады с кота. Ухо поджимает кота. Смотрите, он уже видит игрока. Ой, сейчас ХЕ прям пойдет. Прям накрыло гранатой кого-то из Джеи. Это Пума. 67 хп осталось. Ухо пытается его загнать. Уходит потихонечку Пума. Ну, а Джи Е через зигзаг на Б врываются уже. Там уже врыв на Б. Посмотрите, Сайленс принимает. В респаун зашли. Ванек в респауне уже на этой длине. Тут Сайленс просто порвал всех. Принял этот заход. Наверное, стоило в точку все же зайти. Немо под домом. Пума по банану сейчас. Ну, и на самом деле 2 в 3 ситуация. Вот если Немо. Немо на нем сейчас вся игра. Вот он законтролил. Все, знают, где находится Немо. Проверил по домам. Нет, два минуса. Минус от Уха, минус от Ромчика. 1-0. В пользу Эксплозив. Очень важный раунд они сейчас взяли. Но план был поставлен. В принципе, либо полная эко сейчас с глоками будет у Железного Восьминога. Либо уже купят пару калашей. Давайте посмотрим. Деглы. Скаут у Сайленса. Ну, что-то покупают. Но вот непонятная закупка. С броней или без вот эти деглы. И что вообще? Зачем они были куплены? Какая идея на раунд? Смотрим. Двое. И трое. Очень аккуратно. Не заходит на квадрат. Слева игроки сейчас. Также. Нет. Ну, они заходят. Ванек уже минусует ухо на коте. Есть один калаш. Подобрали Фамос. Вот пытаются пробиться. Через кота нет. Уходят. Ромчик минусует. Ну, вот как-то неслаженные действия были. Ванек аккуратно принимает сейчас кота поджим. Сайленс с одним хп и скаутом. Смотрите, в доме сюда хаешки одной хватит. Куда пойдет железный восьминог? Немо. Немо в центре. Пуму убили на банане. Немо близко к центру подходит. Александр тоже вместе с Немо. Давайте посмотрим за Немо. Он с калашом. Здесь Сайленс где-то был с одним хп. Вот он минус ромчик. Битый Сайленс где-то ж не так далеко. Флэш в респаун. Проверить нужно точку. Сайленс просто разбился сейчас. Посмотрите. Ну, я не знаю, где это произошло. И уже АДЖЕ в большинстве. Ну, вот Хуми и Хуля вдвоем. Минус Планти. А, Немо как зажал. Дал два минуса. 1-1 во второй половине. 9-8. Пользую Эксплоузив. Ну, Эксплоузив сейчас пойдут эко-раунды. Ожидается очень веселый у нас матч сегодня. Так. Просто жесть какая-то. Посмотрим за взрывоопасными. Что они будут делать. Потому что сейчас. Вот это пока что не все страшно. Но дальше если проиграть еще следующий оружейный. То уже все будет намного печальнее. Врываются на первый сектор. РХЕ. Под игроков. Но тут принимают пока что без минусов. Без минусов. Сайланс один остается в доме. Ну, и вот сейчас ДЖЕ. Думаю, все вместе через Кота выйдут. И поставят Плант на точке. Ну, либо раньше Сайланса убьют. Сайланс по-прежнему стоит в сайддоме. Надеется на то, что кто-то зайдет сюда. Возможно, выбьет один девайс. Но это печально. Ну, средства связи. Средства связи пока что между делом. Говорю вам. Наш ИРЦ канал. Сайлберарена.тв. Ну, есть еще Сайлберарена.тв-кью3. Это для Квейкеров канал. Ну, и, естественно, эта новость на сайте в горячих. Сайланс дал один минус по играм сегодняшнего дня. Игры ЛКИ. По дню они всегда появляются. Практически каждый будний день. Оттуда я тоже часенько зачитываю ваши комментарии. Ну, и вот после матча, ну, даже чуть раньше, как только будет известен победитель. Также прочитаю вам, что пишут в комментариях, что пишут в ВРЦ. Узнаем подробности следующих матчей. Ну, и вот еще один ЭКО от Эксплодив на точке А с гранатами. Очень аккуратно пытаются они сейчас принять. Сайланс просматривает центр. Ухо пытался поджать зигзаг. Он тут тоже с ХЕшкой. 3D не зашли еще на квадрат. Не зашел на квадрат, простреливают. Ну, вот на А4. 4 на А, и ухо один в районе Б. Двое вот на первом секторе сейчас подошли. Потихоньку Немо на квадрат пытается с 3D все-таки зайти. Сейчас занять позиции. Здесь надо все... спину не проверил. Вот здесь надо еще проверять. Ну, зашел. Зашел Немо. В центре увидел Сайланса в планте. На пиджак ХЕ в мидл получили только что железный восьминог. И вот давят дальше. Сайланс слишком глубоко вышел сейчас. Идут мидл. Ну, вот ХЕ накрылись сразу же. Моментально ХЕшки пошли. Ухо в спину минусует. Его убивают. Хуля в планте. Ну что, два в три. Два в три. Двое на планте. Куда пойдут ЖЕ? На Б 3D. Ванек на Б начинает перемещаться. 3D сам очень сильно рискует. С плантом. Ну, вот сейчас убьют с спом. Заберут калаш и плант отдадут. Ну, хуля. А, калаш есть у Хули. Посмотрите, план поставил. Он сейчас может минусовать сразу. Ой, как сложно. Нет. Тут просто не повезло только что Хули, как он вышел. Опять же, там такая позиция, что ты если стоишь открыто, то тебя там сразу же... Ты уже не уйдешь, когда контролят с точки банана. Ну, и посмотрели. Либо сразу в точку нужно было от себя ходить. Ну, даже не знаю. Как стоило действовать сейчас Хули. 3-1 в пользу атаки. И общий счет в матче уже 10-9 в пользу команды Железный Восьминог. Такой неожиданный пока что результат. И вот следим, как принимают экспейс. Смотрите, Хули Ахуми, они на зигзаге сейчас делали двойную подсадку. 2D сидят. Этой подсадкой они не пускают ни на банан, ни на зигзаг. Но опять же, тут до первой флешки. Вот АВП, Ромчик. Посмотрите, как смотрит. Он есть. Сайленс в центре дал еще минус. 76 хп осталось. Отфлешивается. Ну вот экспейс оружием повеселее. Ну и вот тут итальянец у нас появился один. Позже расскажу, кто это такой. Джузеппо Беломари. Занимается нашим сайтом. Ну и вот расскажу про него вам попозже. Я думаю, вы догадались, кто это. Ну, кто догадался, тому подарю. Чтобы такого подарить. Дайте что-нибудь подарить. Не дают. Ухо принимает кота. Нет, ну тут сложно будет. Сложно. О, нет, неплохо. Поджимал. Хулия получила 3D. Пума с АВП контроли дверь. Ну, опять же, 2 в 3 ситуации. Ну, можно разрулить атаки. А, хотя нет, 20 секунд. Минус от Сайланса. Пума с последней с АВП. Ой, Сойлот, наверное, засейвить АВП. Нет, пытается взять раунд. Минусует в центре. Слева еще тут есть ухо. Надо его тоже. Ань, попал, попал. 12 хп спину. Нет. 68 у Хуми. Раунд за Эксплозив. 10-10. Снова меняется счет в нашем матче сегодняшнем. У нас ничья. Ну и вот сложно будет экспам. Ну, я думаю, все реально. Все реально. И все в их руках сейчас. Снова поджим. Зигзаг. Минус 3 от Хуми. Ну и, в принципе, здесь раунд и решился. Нема один остался. Хуля хапанул. И пытались за Аркадия через зигзаг. И тут, опять же, без флешек, без ничего. Просто порвали сейчас двойной подсадкой. Опять же, говорил я про РСП. У Контрофа они ближе сейчас на Детускане. Могут они себе позволять и поджимы различные. Ну, куча комбинах есть, на самом деле, в защите. Куча страт всяких. Но многие команды не пользуются ими. Ну, опять же, я говорил вчера, в первую очередь, что не такая большая практика украинских команд на Тускане. Не слишком все пока что получается. Но я думаю, это ненадолго. Уже, думаю, осенью все будут хорошо играть на Тускане. Опять же, стоит его играть. Стоит на все чемпы водить. Очень интересная карта. Нет, убил Сайленс на точке А и 11-10 вперед врываются Эксплоузив. Вот, конечно, бы Экспам было обидно потерять 3 очка против такого соперника, дебютантов лиги, казалось бы, которые только поменяли состав, еще не сыгранные. Но, вы видите, Железный Осьминог борется и борется пока что серьезно. 11-10 и, в принципе, Осьминог-то играет в атаке. Ну, вот сейчас Эка, но все-таки вот дальше стоит брать раунды в атаке. Это несложно делать. Можно комбинировать через Б, потому что видели только что, что на А все очень жестко. А вот эту двойную подсадку можно разрывать. Здесь на Зигзаге плюс Банан. Будь я капитаном Железного Осьминога, я бы сейчас походил бы в такие разводные раунды, покидал бы гранаты с Хата, с центра. И тремя бы выходил бы какой-нибудь троица, сейчас Зигзаг плюс Банан. Остальные потом бы подтягивались. Вот снова, снова поджим, вы видите, да, здесь продолжают делать двойную подсадку парни. Ну, вот стоило бы к ним сходить бы. Стоило бы к ним сходить. Нет, идут на кота. Четыре человека, там поджим на коте. Посмотрите, ой, Ромчик как-то рискует сейчас. Ой-ой-ой, тут уже увидели уходить, уходить, уходить. Ушли, ушли из кота, поджим не сработал. На Зигзаге по-прежнему двойная подсадка в исполнении Хуми и Хули. Сайленс в центр контролит, и Ромчик с уха смотрит кота. Вот сейчас так играют парни. Вот Сайленс на самом деле очень тяжело. Здесь ему нужно и центр смотреть. И парням там хелповать. И еще не стоит забывать, что дверь на точке есть. Сейчас ее просто никто не смотрит, и ее отдали. Вот звери, выход пошел. Двоих игроков в спину минусуют. Двоих, размен в планте остался. Сайленс. Ему дым. Подкинули, он минуснул Немо. Видит, стреляется с котом. А там же кто-то еще есть. Нет, Ванек остался. На двери всех убили. Ванек. Ванек на коте. Пума с мидла. Ой, Хуми пришел на помощь. Минусует Пуму. И минусует Ванька. Вот все просто. 5-3 во второй половине. Общий счет в матче 13-10. В пользу эксплоутив. И им остается не так много раундов. Взять план снова не оставили парни из GV. И что у нас? Эко будет? Нет, есть закупка. Есть закуп. Видел я один калаш. Ну вот, если его не возьмут и не будет планта, то я думаю, дальше пойдет эко-раунд. Ну, вот вяленько. Быстрее. Больше разводов. Больше динамики должно быть у атаки. Вот как-то в одну сторону играют сейчас железный восьминог. Вот если идут на А, то идут на А. Без разводов, без перетяжек. А вот именно Детус Кан такая карта, где... Ну, это как инферно, в принципе, где нужно растянуть дефенс, подергать, покидать там, поаркадить. Заставить стянуться с B игрока. Ну вот. Либо наоборот с A на B. Ну вот, бросить свои места. И вот, в принципе, после развода выйти. Ну и желательно, конечно же, большим игроком, количеством игроков на меньшее. В принципе, вот. Вообще вся игра в атаке. В основном, вот, современный Counter-Strike, он на это и построен. Все сейчас все стреляют опасно. И можно просто на своем выходе получить. По шапке. Минус от Ванька. Минусует он на B. Он остается один. У него плант. Он против четверых. Но тут без шансов сейчас произойдет. Сейчас, я думаю, 14 раунд выигрывает Explosive. И дальше пойдет Эко, если Ванек не поставит бомбу. Но это, в принципе, номинально уже ничья. Вот сейчас Ванька поджимают в центре. Отвернулся. Он ухо минусует. Зарабатывает свой очередной фраг. И 14-10 в пользу команды Explosive. Осталось всего лишь немножко. До победы в Украинской лиге. Ну вот еще могу сказать, что после Тускана у нас снова пойдет D-Dust 2. Это уже на следующей неделе. Ну плюс там серия перенесенных матчей. На самом деле их очень много. Там нужно будет эту неделю и следующую догонять график, догонять расписание. Как Украинской лиге, так и Суперкубка. Плюс еще у нас получается с июня начинается Pro-серия в Прибалтике. Ну и вот где-то так начнутся квалификации российской Pro-серии. И я думаю, там дальше пойдет российская Pro-серия. На B, на B пытаются сыграть даже не E, а снова что-то купили такое невнятное J и E. Вот пытались как-то поразводить, но в итоге один Ванек остался на коте. Он без планта вышел на точку A. Ну а Explosive контролит уже там весь B-плант. Контролят все выходы, контролят бомбы. Вот Ромчик в кустах вообще сел. Поджали, поджали зигзаг. Ванек через дом. Ну минута есть времени, но опять же 4 соперника и отданный плант очень трудная ситуация. Вот минус 1 от Ванька. Прыгнул по дому. И тут ухо с подсадки хэдшотом убивает. Это еще 15-10. И еще один раунд за Explosive. И вот сейчас может быть... Может быть все. Может быть ГГББ. Что за закупочка? Ну есть, граната. Как-то побыстрее на квадрат. Вот кот плюс центр уже идет врываться. Нет, тут диглы, дымы. Галил. Дигл, галил, дым. Центр, флэш. Вот быстрее. Ну и вот центр нужно закидывать на самом деле еще и планта. Вот для чего дымы сюда и флэшки. Тут все легко. Обрезать хэлпу все и зажать. Просто точку A пропрыгнут. ХЛТВ. И это вот ТТ пишет ухо. ГГ. Просто разорвали. И все. Это победа. Победа Explosive 16-10. Неофициальный счет. На самом деле командам еще нужно доиграть 4 раунда. Но в принципе тут уже все ясно. Возвращаюсь я сейчас на сайт CyberLena TV. Мачил Каи. 12 мая. Очень много комментариев различных. Я думаю это куча прогнозов как всегда у нас на сайте. Об этом попозже. А при чем здесь просто Пинчо. Хомяк накажет J.E. Писал Амиран. Опять же куча прогнозов как всегда. Найс матчи. Но опять же не с найс матчи. Но тут опять же на тускане может быть неожиданно. Ну не такой интересный очень результат. Да парни в ТВ пока не заходите. Смотрите с главного. С главного. На главной странице сайта стрим. Там будет добавлен новая штучка. Тафф, а что ты пытался сделать бинт? Ctrl плюс DAC и так сто раз. Ну это у меня глюк какой-то был в стиме. Две секунды работает кнопка приседать. Потом просто пропадает. И я не могу создать. Но это на локальном сервере. На своем компьютере создавал просто с Counter-Strike. У меня буквально через каждые две секунды пропадало. Не работало кнопка присесть. Хотя бинт работал. Я вот воевал с ним. Теперь вообще ничего не видно. Ну я не знаю о чем. Так. Эко супер. Да. Эко супер. Амиранчик пишет. Наблюдает за мной. Ну лучше бы со мной покомментировал. GE неплохо играли. Да неплохо GE играли. Но опять же видели что в итоге все переломали. В итоге все переломали. Парни. Ну что. Небольшая пауза. Дальше у нас должен пойти матч. А вот я точно не знаю какой матч. А Gaming Force. И Penguins Crew против CSG. Вот два интереснейших матча сегодня вечером. Плюс еще по Quake. Кулер Джиба сегодня будут играть. Также не стоит про это забывать. Дальше у нас будет играть. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok